всем привет полноразмерный кроссовер линкольн навигатор концепт слегка оригинальным экстерьером любопытным интерьером и необычным подходом для начала линкольн навигатор концепт символизирует собой премиум это как по мнению американского производителя он должен выглядеть стильно но не излишне брутально с возможностью покорять бездорожье но оставаясь максимум комфортным в экстерьере присутствует необходимый минимум хрома светодиодная оптика повсеместно выделяющаяся но не излишне броская внешность оригинальности добавляют экстравагантные двери типа крылья чайки а также довольно элегантная лестница с деревянными панелями чтобы действительно элегантно взойти на борт этого корабля без преувеличения можно сказать что подобного в недавнем прошлом не предлагал никто задняя часть концептуального линкольн навигатор концепт выглядит не особо броской единая линия задней оптики через всю дверь багажника совершенно не броская выхлопная система и слегка выпирающий бампер в трех словах это просто стильно органично силуэт где-то подталкивает пофилософствовать о схожести с большим рейдж-ровер и элегантным астон маркет возможно напишите в комментариях что вы думаете на сей счет интерьер про него можно уверенно сказать он очень концептуален минимум привычных кнопок на привычных местах большие экраны на центральной консоли и приборной панели по-американскому широкие кресла вроде бы классическое салонное зеркало заднего вида уступило место широкоформатному экрану ожидаемо место для экранов нашлось на подголовниках двух передних рядов сидений развлечений хватит всем пассажирам салон рассчитан на шестерых пассажиров с компоновкой кресел два плюс два плюс два салон для большой семьи и исключительно вряд ли слишком много пафоса и комфорта там где можно было бы с незначительной существенными потерями пространство уместить еще пару-тройку человек скорее уж качественная заготовка для встречи группы высокопоставленных гостей из аэропорта это же мнение подтверждает и кресла каждый из которых можно отрегулировать 30 основных вариаций а также внутренняя система вай-фай высококачественный звук для каждого открывающийся в крыше панели вместо единой панорамной и просто стеклянный глянет центральной ее части отдельное внимание заслуживает багажник создатели устроили в нем небольшой джентльменский набор с одеждой обувью и прочими аксессуарами продолжает великолепие американского излишества двигатель трех с половиной литровый twin turbo b6 развивает существенные 400 лошадиных сил соединенные с автоматической коробкой передач дань сегодняшней моде это не только гибридный силовой агрегат а масса систем безопасности линкольн навигатор конце получить систему превентивного торможения функционал распознавания людей и животных ассистент парковки и контроль рядности движения с автоматическим подругами однако к сожалению все это напомню концепт серийной версии которого с гарантией останется лишь и что из всего вышеописанного станет достоянием конвейера покажет лишь время в серию его обещают пустить уже в этом году напомню что название линкольн навигатор не нова впервые навигатор появился на американском рынке в далеком 1997 году и изначально позиционировался как роскошный внедорожник последнее третье поколение навигатора выпускается с 2006 года с незначительным рестайлингом пару лет назад однако успеха операция не принесла продажи модели идут ни шатка ни валка за отчетный 2015 год в сша продано суммарно 12 тысяч навигаторов против 36 тысяч эскалейт посмотрим какая будет серийная версия автомобиля и на чем сэкономят или нет производителя радует что ждать осталось не так уж долго спасибо за просмотр до скорых невероятных встреч а